Эй, зверьё моё! Привет, зверьё моё! Привет! Всем привет, скажи Бонечка. Бонечка, привет всем, скажи. И посмотрите, как он порвал. Разодрал всё. И у тебя глаза тоже чешутся? Нет. У тебя, интересно, в этом году вообще никак никакой реакции нет? А у Макса, да? Ой, кто там проснулся? Полпервого. Доброе утро. Добрый день. Макс у нас даже на улицу не может выйти. Потому что летает пыльца. Тем более у нас эту неделю... Эту неделю у нас ветер сильный. Не знаю. Эту неделю у нас сильный ветер. И пыльцу прям сюда несёт с полей. Вышел он поиграть у нас там во дворе. Через пять минут зашёл. У него глаза красные. Чешутся, опухли. Поэтому он сидит дома. Как дела? Ты ещё спишь? Нет. Мы уже успели в магазин съездить, а ты ещё спишь. Так, что у нас сейчас? И папа сейчас пойдёт на работу. Хлопья взяли. Ты хлопья будешь или что? Кто будет хлопья? Хлопья. Клубничка. Я купила много... Много всего для этих пасочков. Купила цукаты. Вот такие вот. Это апельсиновые цукаты. Ещё лимонные есть. Изюм, курага. В общем, украшения для паски. Вот такое взяло украшение для пасочки сверху. Купила я опять такую капуточку, как брукколи. Ну и тут, в принципе, как обычно, овощи. Фрукты, яблочки, картошка, перчик, салат. Со следующей недели у нас школа начинается. Поэтому уже взяла разные вкусняшки. Тебе ничего не взяла. У тебя есть. Нерег в сумку. Так, вот такие вот мюсли, батончики. Клепцы. Пересадим. Так, тут булочки. Крусаны. Так, ещё мюсли. И вот такие вот тушёные бананы. Тоже вкусные. Ой, вот печенье. Вот ещё хлебцы только с шоколадом. Вот у меня здесь изюм. Курага. Дюкаты. Вот такой вот я беру хлеб. Он уже готовый. Его нужно только на минут 5-7 в духовку поджарить. Филиппка решил искупаться. Машеньке. Судом на всё. Убежал. Так, всё? Сейчас я загружу посуду. И будем сегодня печь в паске. Он пролез прямо через это. Через ручку от сумки. Пойдём, пойдём. А, не может вылезти теперь. Смотри. Доцепился. Оп, оп, оп. Куда пошёл? Сумку-то отдай. Филька, сумку отдай, говорю. Что ты делаешь? Вчера Макса подстригла. Немножко его здесь вот внизу срезала. Вот тут у него сильно обросло. Макушку оставил. В общем, я оставлю рецепт в описании, как всегда. Дрожжи сухие, яйца, мука, сахар, молоко, масло. Масло нужно растопить. 200 грамм масла я растапливаю. И для пары молоко хочу немножко подогреть на водяной бане, потому что оно у меня с холодильника. Нужно, чтобы было тёплое. Я беру ингредиенты все в два раза больше. Поэтому в рецепте я оставлю, как есть, а я беру в два раза больше. Так, всё. Молочко согрелось. Теперь мне нужно добавить 2 столовые ложки сахара. 2 столовые ложки муки. Так, всё. Опару я убираю пока в сторонку на минут 15-20. И буду дальше делать тесто. Так, смотрите, как подошла опара. И, наверное, можно уже её выливать. Видите, как она тут? Шапочкой. Берём это, выливаем сюда. Так. Так, всё. Перемешали лопаткой и будем засыпать муку. Почему-то мне муки оказалось мало. Я ещё чуть-чуть добавлю, потому что тесто совсем жидкое. Хотя по рецепту всё делаю, не знаю. Почему такое тесто жидкое. Даже руками не получится вымешивать. Придётся ещё добавлять. Видите, вот такое должно быть. Такой вот мерной ложкой я досыпала, каждый раз перемешивала и ждала, чтобы тесто более-менее вот такое вот стало. Не жидкое. А так, конечно, что-то не так с этим рецептом. И уберу в духовку, в тёплую. Так, теперь я включу духовку, ну, где-то на градусов 40, наверное, 30-40. Вот так вот, чтобы она слегка тёплая была. Давайте сделаем с вами формочки. Её возьмём фольгу. И вот такие консервные банки. Одна большая, а другая меньше. Или, может быть, даже я только большие сделаю, маленькие не буду. Нет, маленькие не буду. Только вот такие. Так, ну и всё. Берём фольгу. Субтитры подогнал «Симон» Всё. Теперь я сделаю таких несколько. Я уже подготовила изюм. Залила кипятком, промыла. И тесто у меня уже подошло. Смотрите, как. Я добавлю курагу тоже нарежу на кусочки. На квадратики. Я не все буду делать с изюмом, потому что не все едят. Поэтому сделаю пополам. Одни краффины будут без ничего. Может, орешки добавлю. А другие будут вот с сухофруктами. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» В общем, я сделала три штуки с сухофруктами. И вот ещё три формочки сделала. Будут у меня просто с орешками. Потому что не все кушают сухофрукты. Я добавлю орешки. Вот такой вот молотый орех. Всё, теперь я оставляю на часик-полтора, чтобы они подошли. И буду выпекать. Вот эти вот первые уже, видите, поднимаются. Нужно подождать немножко, потом только в духовке. В общем, я уже поставила печься. И 160 градусов на 45 минут. О, это ты на скейтбурде, когда прокатнулась? Что-нибудь всё себе проехалось. Ты все орехи съела? Мне вот эти вот не нравятся. Это кешью. Что стало с телефоном Маргарита? Вот как он разбился. Вдребезги. Здесь вот, видимо, он ударился. Здесь вот он ударился снизу. Видите, точки. Раз, два. Самый удар пришёл в этот угол нижний. Когда папа пойдёт? Завтра? В субботу? В общем, на выходные, потому что папа наш работает. Сходить он не может поговорить с его родителями. И получилось так. Маргарита ставила свою толстовку на теннисном столе. Телефон был в толстовке. Спрятала телефон в толстовку. И пошли они с девчонками в магазин. Возвращается. Толстовка на полу. Толстовка на полу. Телефона нет. Искали телефон, нашли вообще под курткой подружки. В общем, мальчик этот взял. В общем, в итоге он потом признался. И записали, подружка Маргариты записала это всё. Она включила телефон, включила камеру. И незаметно включила запись. И этот мальчик, он признался, сказал, что он сделал. Он, в общем, дёрнул кофту. И телефон вылетел с кофты. И упал на пол. Так что, если родители будут его отрицать, не поверят, то у нас есть доказательства, где он сам признался, что это он сделал. В общем, посмотрим. Либо в субботу, в воскресенье папа сходит поговорить с родителями. А что там они решат, к чему они придут, как они договорятся. Может быть, отремонтируют, либо новый, я не знаю. Сколько новый стоит? 600 где-то? Скорее всего, они тебе его отремонтировать захотят. Потому что ремонт стоит где-то 300 франков. А новый телефон? Сколько где-то? Ну, 600, наверное, где-то 600. Каролина уехала в гости к своей двоюродной сестре. Поехали они в парк аттракционов кататься. Сегодня пятница, завтра суббота. Еще два дня и школа начинается. Да. И следующие каникулы уже летом. 1 июля, да? По-моему, у вас летние каникулы с 1 июля у вас начинаются. Ну, ты сладкий такой спин здесь. Да. Мурр. Мурр, по тягушке. Мурр. Вот тебе тут хорошо. Его любимое местечко. За мониторами. Ну, никто не мешает. Спит себе спокойно. Вот так вот целый день спит, а потом ночью не спит. Гоняет. Филиппушка наш. Филиппушка. А, Филиппушка. Соня за Соня. Что? Глаза такие у тебя желтые. Желтоглазый. Что подглядываешь? И нравится тебе, когда мешают спать? А ты мешаешь нам спать ночью? Вот и я тебе не дам спать. Шерстяной. Вот так. Пузико не нравится, когда чешут. Что у нас тут на улице? Тепло. Видно или не видно пыльцу? Мелкая-мелкая. Как пыль. Вот она здесь влетает. Вот это вот нужно потом все вытряхать. Посижу на солнышке немножко. Ногти мои поотваливались. Мне было лень сделать коррекцию. Самый крепкий остался. И здесь мизинчик остался. У меня так всегда. Где-то на месяц, на месяца два-три меня хватает. Потом у меня лень. Я ничего не хочу. Конечно же, очень сложно найти время, потому что самой делать коррекцию это в два раза дольше. Если я обычно делаю бабушке примерно около двух часов, то себе я делаю, наверное, часа четыре. А четыре часа свободных найти очень тяжело. Так, все. Вытащила я из духовки. Я немножко прикрыла фольгой, потому что они уже боялась, что сгорят. Бабушки поджарились. Все нормально, сухо, ничего не прилипло. Пусть они постоят, а что они? Хочу кушать. Кушать хочешь? Вынула я кулич. В принципе, легко его вытащить. Только на дно я еще... Тихо. На дно я еще постелила пергаментную бумагу. Вырезала колечко, чтобы легко было вытаскивать. Чтобы дно не приклеило. Так что все замечательно. Оно очень мягкое, да. Кружинится. Так, это с сухофруктами, а это просто с орешками. Так что мы сейчас будем дегустировать. Формочки я еще оставлю, потому что думаю, что я буду еще печь. Мне кажется, они не доживут до воскресенья. Мне нужно будет завтра все равно печь. Плохая была идея печь в субботу. Ой, в пятницу. Нужно было сегодня отдыхать и завтра. А? Нужно было сегодня отдыхать и завтра. Ну, завтра вечером, в принципе, там недолго. А так тесто получилось очень мягкое. Ой, сори. Сори. Оно даже немножко как слоеное. Садимся. Маргоша попросила косички заплести. Только две точно? Да. Я не знаю, какие тебе эти штуки заплету. Они коротенькие еще. Тогда нужно будет прямо вот тут ближе плести к центру. Чтобы их захватить. Продолжение следует... Все, готово. Время, между прочим, уже... Сколько? Двенадцать? А, почти одиннадцать. Давайте уже пораньше нужно спать ложиться. У нас кого приехать только с вами-то. Сюда, потом наверх. Я знаю. Дай, Бонечка. Ты тоже хочешь? Сидишь, ждешь. Папа, плита? Вот. Привет. Ты тут бегаешь уже? Привет. Он не кушает у нас сушеных опарышей. Вот этих вот. Не нравится ему почему-то. Вот эти вот кушает Суфия. Не хочет? Он уже поел, Ксюша, по-моему. Наблюдаю. Все, не буду я трогать хомяка, потому что я боюсь. Если хомяк сейчас учует кота, то он будет бояться, может укусить. Да, Филиппок? Боится тебя. Что он так быстро ест? Ты ему много даешь, Ксюш? Не, не. Кукурузку хочет. Ну-ка, на тебе еще кукурузку. Еще. Ой. Держи. На, еще. Еще. Ой, опал. На, шарик какой-то тут он. Держи. Спать. Ксюш, почему у тебя вещи школьные валяются на полу? Я. Я только что выложила, чтобы я могу за тебя улыбить. Это что такое? Я. Ладно, ребят, будем отдыхать. Будется спать. Ай, еще два дня, и все. И потом. И опять вставать рано. Не хочу вставать рано. Почему только одна тапка? А до второй тапок потерялся. Ладно, все. Спокойной ночи. Всем пока. Ну, может, и, пожалуйста, мы не увидимся в следующем влоге.